Привет дорогие друзья, снова с вами Замберус. 31 января компания DICE начала бомбардировку ютуба и батллога своими новыми роликами. Ролики были посвящены двум новым режимам. Первый называется Захват флага, а второй Превосходство в воздухе. И сегодня я поделюсь своим мнением о возвращении режима Превосходства в воздухе. Я очень рад этому факту, потому что я любил этот режим. Помню те далекие времена, когда этот режим был закрыт в 1943. Для его открытия требовалось сделать 43 миллиона убийств. Ну конечно всем сообществом игроков Xbox. И после того, как распахнулись врата этого прекрасного режима, я для себя открыл самолеты. На обычных картах сесть в самолет было сверхсложной задачей, а выжить на нем еще более нереальной задачей. Потому что по карте были расставлены куча зениток, плюс враги не давали вам шанса даже взлететь с взлетной полосы. Ну и после долгих месяцев игры в Air Superiority я забросил в 1943. Но потом появился Armor Kill с его превосходством на танке, которое, на мой взгляд, является уродливым аналогом превосходства в воздухе. В превосходстве на танке все было ужасно. Например, респаун техники. Вы видите в этом конкретном геймплее, какой мгновенный респаун был в превосходстве воздуха образца 1943 года. Плюс, в превосходстве на танке весь геймплей портила пехоты. Эти снайперы со фламами и, конечно, целая толпа инженеров, которые на вас наводились с помощью злобных американских ракетниц Jivali. Ну а теперь давайте вернемся к трейлеру. После трейлера у меня появились некоторые вопросы. Почему на картах, допустим, три точки, а не одна, как это было в оригинале? И что будет с балансом? Слава богу, они решили вопрос насчет пехоты. Они ее убрали. Если честно, я боялся, что они ее вернут и режим будет неиграбельный, потому что сейчас иглы и стрелы очень имбовые. Начнем с того. Некоторое пояснение. На мой взгляд, три точки идеально подходят для танковых боев, нежели самолетных. Так как в превосходстве на танке был кимперский рай. Просто стояло две стены танков и никто практически не нападал на флаг. И там бы вариант с тремя точками был бы более подходящим. Танкам нужна такая динамика. В превосходстве воздуха больше подходит вариант с одной точкой, потому что самолеты не могут кимперить. Теперь насчет вопроса о балансе. Тут меня терзают смутные сомнения. Боюсь, что повторится ситуация, как в Battlefield 19-43. Потому что там был полный дисбаланс самолетов. The Raw был лучше, быстрее и маневреннее, чем его американский аналог под названием Corsair. Но в случае с Battlefield 3 будет доминировать не самолет той или иной стороны, а модули, установленные на него. Надеюсь, что дайсы понимают это. И я думаю, что в следующем патче нас ждут большие изменения в балансе самолетов и модулей для них. В любом случае, дайсы, надеюсь, сделают все хорошо. Будет респаунка в 12-43. И они поработают над балансом модулей для самолета. Ну и свои мысли о этом режиме и свои опасения можете написать в комментариях. А еще вы можете подписаться, поставить лайк. Увидимся на поле боя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok